Вчера украинские каратели 28 отдельно механизированной и 59 отдельно мотопехотной бригад по приказу своих профашистских командиров 11 раз подвергли обстрелу нашей позиции в районе населенных пунктов Станица Луганская, Голубовская, Хрящевка, Калинова. Каратели вели обстрелы из 82-мм минометов, АГС и стрелкового оружия. Среди военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне так называемой АТО, растет недовольство проводимой политикой военно-политического руководства Украины, а также нежелание находиться в зоне карательной операции. Так, по сообщениям нашей разведки, в населенном пункте городище Беловодского района военнослужащие ВСУ после употребления спиртных напитков в разговорах с местными жителями высказывали глубокое недовольство своими нахождениями в зоне АТО, отвратительным снабжением материально-техническими средствами, профессиональной некомпетентностью командного состава и высказывали желание как можно скорее вернуться домой. Вместе с тем, вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия пребывания военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями. А также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой АТО. Так, по данным нашей разведки, для усиления оперативно-тактической группировки «Луганск» на аэродром Северодонецка в период с 13 по 20 июня прибыло 5 единиц штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, командование Вооруженных сил Украины продолжает использовать социальные объекты населенных пунктов в своих военных целях. Нам стало известно, что в населенном пункте «Счастье» в подвале здания училища радиоэлектроники находится склад боеприпасов 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. А в помещении ПТУ номер 50 размещаются подразделения батальона «Айдар» и националистического батальона «СС Галичина».